Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня мы с вами опять же будем кушать и отвечать на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Постараюсь как можно больше вопросов ответить. Значит, здесь у нас вот такие вот трубочки. Смотрите, как они хрустят. Рецепт будет в инфобоксе. И рецепт настолько простой, что даже пятилетний ребенок может их приготовить. Вот, они готовятся из лаваша. И внутри здесь творог. Сыр. Мне кажется, утром на завтрак, не знаю, с чаем, с кофе. Прям супер. И давайте поотвечаю на ваши интересные вопросы. Просто давненько уже не отвечаю, да, постоянно какие-то истории рассказываю, там что-то из жизни. Встала, пошла туда-сюда. Первый вопрос, который я вижу, тебе не надоело сидеть дома? И подписчики делятся на два типа. Некоторым просто надоело вот это все. Карантин, коронавирус и все такое. А другим, наоборот, интересно, чтобы я рассказывала про это как можно больше. Как это вкусно. Мне на самом деле надоело сидеть дома. Потому что... Я и так и до этого сидела дома. Боялась. Когда только в Китае это все начало распространяться. Я не боюсь доставок, я вам сразу скажу. Я не знаю, из всяких ресторанов что-то заказываю себе. Но фишка же заключается не в том, что именно покушать еду из-за ресторанов. Хочется где-то посидеть, что-то прикупить, не знаю, шоппинг. Но, к сожалению, нужно сидеть дома. Элементарно. У меня парень приехал, и мы с ним даже никуда и не ходили. Видела его всего два раза. И тут, знаете, как он приехал. Ему просто негде было припарковаться. Потому что столько у нас во дворе машины в последнее время. Все сидят дома. И просто в подъезде меня увидел и ушел. Ни о каких ресторанах, не знаю, кафе, прогулок, кино, даже речи не идет. По-любому, когда-нибудь мы переживем. И там просто вопрос заключается в том, что когда? Как у меня бабушка сегодня утром, она начала кашлять. И такая говорит, Айка говорит, мне кажется, у меня корона Виктор. Я такая, я так начала смеяться корона Виктор. И кто такой Виктор? Она говорит, ну по телевизору уж говорят про корона Виктор. Вот у меня корона Виктор. Ей уже почти 90. И иногда она что-то такое сказанет. Прям настроение на целый день. Маша задает такой интересный вопрос. Тебя бесят твои родственники. Интересный вопрос. Если честно, у нас нету такого близкого контакта с родственниками. И можно сказать, почти ни с кем не общаюсь. Так общаюсь. То есть мы не в ссоре. Но сказать, что каждый день переписываемся, общаемся. Вот только с одним двоюродным братом, у которого я работаю. А так со всеми остальными отношения хорошие. Но нету такого близкого контакта. И в последнее время вообще нету. Во-первых, нету моих ровесниц. Например, с маминой стороны двоюродные сестры. У них дети. Семья и все такое. Я очень хорошо к ним ко всем отношусь. Но просто мы не ровесницы. Им около 35-30 лет. Мне кажется, все-таки, когда у девушки семья, ей интереснее общаться с подругой, у которой тоже есть семья. Какие-то общие интересы. Они все-таки сближают. У меня такого нету. Получается так, что мой папа самый младший в семье. И моя мама. И получается, все двоюродные братья и сестры, они все старше меня. Интересный вопрос. Как представляешь предложение руки и сердца? Не знаю. Мне кажется, мне просто подарят кольцо и скажут, что выходи за меня замуж. Никакого такого супер-пупер сюрприза, мне кажется, не будет. Но не факт, возможно, и будет. Вообще, однажды мои подруги сделали такое красивое предложение. Ее парень, не знаю, взял лепестки роз. Она жила на третьем этаже. Он так взял их дверь входную. Короче, вся была в лепестках роз. И вот эти розы, они шли на лестницу. И по лестнице вниз на четыре этажа, на три этажа. То есть, нулевой был еще. Вот. И на нулевом этаже был он с охапкой роз. И еще с кольцом. Она сильно вообще обрадовалась. Но ее мама прям ругалась на него. Говорит, вот, кто теперь будет подметать четыре этажа? Но эмоции были... Нереальные. Как мне нравится этот фон. Мне кажется, настолько, знаете, ничего не отвлекает. Вот все внимание на еде. Хоть на улице, знаете, так туманно. Погода такая грустная, реально. Даже при таком раскладе картинка получается глазная. Вот интересный вопрос. Как ты относишься к паре Дава и Ольга Бузова? Мне вообще нравится Ольга Бузова. Нравится ее творчество, песни. Кто бы что ни говорил. Кто-то говорит, что она не талантливая, косая, кривая. Ребята, мне нравится. Дура и так далее. Ну, человек уже набрал определенную аудиторию. И уже зарекомендовал себя. Мне кажется, люди, которые вокруг говорят, что она какая-то не такая. Это просто зависть. Ну, нравится? Пройди мимо. Нравится? Смотри. Я считаю, что они на одной волне. И это круто, когда парень и девушка на одной волне. Как бы мне не нравились мои отношения, я всегда хотела парня, который не блогер. Но на самом деле я не могу сказать, что мы прямо на одной волне. То есть, если я ему скажу, давай такую историю с ним, или давай что-то с ним в ТикТок, он скажет, ты что, с ума сошла? Хотя он молодой парень. То есть, он же не дяденька 50-летний, который скажет, нет, это не по моему статусу. Вот поэтому я считаю, что круто, когда вы на одной волне. А они как раз-таки на одной волне. Какая же вкуснотища прямо на завтрак. Хотела я как-то на днях прям заказать в Макдональдсе макнаггетсы и снять 50 штук за раз. Но оказывается, они не делают доставку на мой адрес. Я была в шоке, потому что я живу очень близко к метро. И я живу не где-то там за городом. Мне сказали, что туда доставить невозможно. И пойти и купить что-то нигде не работает. Да и боюсь есть честная. Стараюсь сидеть дома, потому что у меня очень слабый организм на самом деле. Вот, например, все болеют гриппом, да. У меня всегда грипп проходит очень долго. Любое заболевание у меня всегда проходит с какими-то осложнениями. То есть иммунитет и вообще может это связано с тем, что я особо спортом не занимаюсь. Я не знаю, с детства так. У меня очень слабенький иммунитет и вообще организм. Поэтому я очень боюсь заболеть коронавирусом. как бабушка сказала коронавиктором. Поэтому даже если можно куда-то пойти, вот я говорю в своих мукбанках, что жалко, что я не могу выйти. Мне пишут в комментариях, а что у вас уже такое режим карантина, военное положение. на самом деле нет, но я считаю, что государство правильно делает. Недавно, кстати, новости смотрела. И вообще я не люблю обсуждать какие-то политические моменты. Ну, в России, типа, это нельзя уже там говорить сведения про коронавирус, которые не подтверждены. Вот. Я была немножко в шоке. Это получается, что блогер или кто-то, прежде чем что-то говорить, он должен доказать, что это действительно так. В противном случае будет нести уголовную ответственность. И это получается, никто не может сказать свое мнение. Потому что боится, потом завтра он не сможет подтвердить, откуда у него такие источники информации. Мне кажется, если мы хотим, чтобы побыстрее это все закончилось, просто нужно сидеть дома. У меня мама тоже иногда. Ой, закончилось это. Для мукбанка нужно то. Для рецепта следующее. Я говорю, мам, можем снимать видео из того, что у нас есть, правильно? Вы же нас не осудите. Вы всегда поймете. Я знаю своих подписчиков. Лишь бы не выходить из дома. Лишь бы пережить этот период. Сложный период. Что с нас требуется? Просто сидеть дома. Какое качество в людях ненавидишь? Я раньше не говорила про это, но мне не нравится, когда люди такие, знаете, манерные, такие... У нас была одна девочка в универе, да? Сейчас она поймет, кто есть. Она на меня смотрит. И, в общем, она такая была манерная. Она вот когда разговаривает, настолько вранья. И вот она так разговаривает, потому что у нее все такое дорогое. Она такая крутая. Ужас. Вот я вот таких людей не очень люблю. И, честно. Мне кажется, будет проще. Люди к тебе потянутся. Вкуснятина. Просто вкуснятина. Вот интересный вопрос. Я специально пытаюсь брать, вот действительно интересный вопрос. Как родители твоего парня относятся к тому, что ты блогер? На самом деле, они не знают о том, что я блогер. И не знаю, как они будут к этому относиться. Я думаю, что нормально. Потому что мой парень относится к этому просто вот так вот. Он считает, что я большая молодец. Круто снимаю видео, хорошо выражаю свою мысль. И он говорит, что-то во мне есть такое. Он себя хвалит. Всегда хвалит. Я говорю, что ты как молодец, молодец. В общем, он говорит, что в тебе есть что-то такое, что притягивает. А еще мне мой парень нравится. Какую бы девушку я ему не показала. Не знаю. Он просто прошаренный такой. Действительно, он так считает. Не знаю, какую-то блогер, шоу и так далее. Вот недавно мы с ним что-то обсуждали. И, в общем, я хотела брюки такие. Я с ним хотела посоветоваться. И на фотографии была модель. И она супер красива, очень красива. И я ему такая говорю, что смотри, какая красивая, да, она. И он всегда говорит, ты красивее, ты лучше, ты вот такая. И я думаю, блин, девчонки, может, сжирает начать. Прям вот как ненормальная просто. Все равно я лучше. Для него все равно я красавица. Почему бы не стать бочкой? Дравится мне, когда так делают. Знаете, у меня давным-давно, когда я еще в школе училась, мне нравился мальчик. И он всегда что-то советовал. Не знаю. Тебе бы волосы вот так бы подошли. Тебе бы с этим прикидом кроссовки. Вы знаете, я считаю, что мужчина не должен вмешиваться в личное пространство девушки. Вот как она одевается, так и одевается. Нравится? Общайся. Не нравится? Пошел вам. Будет мне еще тут указывать. Не люблю. Ненавижу мужчин, которые вмешиваются в личное пространство девушки, начиная там. Это с этим не сочетается. Ой, может тебе изменить форму бровей или сделать омбре. Особенно про омбре. Может тебе сделать омбре. Может тебе перекрасить. Да мне нравится мой цвет волос. Вы че. Натурально, когда седые начнутся, буду красить. Хотя и красу. У меня вот здесь два седых волоса. Я их специально не выдергиваю. Говорят, если выдернешь, будет еще больше. Ребята, я уже наелась. И чайчик у меня тоже закончился. Точнее кофе. А без кофе не идет. Видео тоже получается уже слишком длинное. Получилось 22 минуты. Надо сократить где-то до 16. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. А с вами лайк. Эмили, всем пока.